фокусников. Феномен материализации и дематериализации, соответственно Апорта, также был безупречно доказан как существующий в результате научных исследований, проведенных в Пекине. А ведь в 1981 году над этим появилась работа. Ученые прятались один за другим, так что авторов было 12. Физики и медики сделали с двумя молодыми одаренными людьми следующие. У двух мальчиков были небольшие дозы. Это были такие фотобудки, в которых находились маленькие передатчики-мини-передатчики, которые посылали сигнал. Что бы ни было прописано в пособии. Это такой мини-передатчик примерно нормального натурального размера. Все это по-китайски. Мальчики тряслись перед видеокамерой. Теперь эти запечатанные банки, и вы услышали щелчок, 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 и в какой-то момент вы ничего не услышали, когда встряхнули. И в то же время мощность передатчика исчезла. Затем под наблюдением камеры печать была снята. Ты видел, что в этой банке больше ничего не осталось, и это повторялось несколько раз. В какой-то момент ты заметил, что мощность снова подскочила, а потом этот мини-сериал оказался где-то в комнате или в соседней комнате. Это просто пример того, что вы действительно можете хорошо исследовать эти вещи с помощью научных методов. Но это не входит в нашу парадигму. Это должно остаться в стороне, который почти не изучен, считается почти не изученным. Общественность, конечно, совершенно не понимает, почему наука признает только то, что она понимает теоретически, а не то, что было подтверждено экспериментально с помощью научных методов как существующие. Потому что она в первую очередь хочет знать, объяснимы эти паранормальные факты или нет, существуют ли они, или они часто основаны на мошенничестве. Ваше стремление к правдивому обучению не удовлетворяют научные журналисты, которые все привержены догмам нынешней парадигмы и скрывают ненаучные факты под ковром. В существовании доказанных фактов кроется огромная проблема для науки, и, возможно, есть идеи, которые имеют гораздо более глубокое значение для всей нашей жизни. Теперь защита от диссонирующей информации соответствует стремлению к безопасности и защищенности. И если рассматривать это как идеал науки, то, конечно, оправданно сначала не принимать во внимание и отвергать такие странные вещи. Химик и теоретик науки Анри Бауэр идет в разрез с господствующим мнением. Ученые не предубеждены и будут стремиться к познанию. Твоя непредубежденность, как правило, существует только до тех пор, пока новое не является чем-то новым и может быть выведена из известного, неизвестного, как он это пишет. Инстинктивная защита строится против таких явлений, для которых нынешняя концепция объяснения даже не предлагает качественных возможностей. До 20 лет назад наука вообще не касалась сложного феномена сознания. Одним из основных условий научной работы, согласно физику Феликсу Патури, является согласие с тем, что вообще не следует рассматривать ничего, что могло бы каким-либо образом поставить под угрозу каузалистско-механистическое мировоззрение. Это было бы пустой тратой времени, и не следует проявлять излишнюю терпимость к фактам, которых не существует в кавычках. Необходимых затрат времени и денег не хватило бы на более значимые начинания. Перегрузка специалистов работы приводит к недопустимым реакциям. Многие профессионалы полностью заняты отслеживанием публикаций в своей собственной области специализации, и их легко остановить, если они вообще захотят принять к сведению дальнейшие материалы. Поэтому вам очень приятно, когда группа самопровозглашенных скептиков принимает заявленные факты, которые в большинстве случаев не являются экспертами в данной области, и не прилагают особых усилий для расследования, но лишает основную науку работы и размышлений над этими неудобными фактами. Конечно, это наука. Мы уже говорили, скептицизм, скептицизм по отношению к утверждению — это научный подход. Но если это психологическое неверие, то это что-то другое. Потому что под скептицизмом, конечно, всегда подразумевается критический скептицизм, который ищет скрытые противоречия в утверждениях или наблюдениях. Но не просто отказ от каких-то психологических моментов. И это что-то очень захватывает. Конструктивный скептицизм по отношению к слабым аномалиям можно наблюдать повсюду. Конструктивный, но не деструктивный, знай, что говорят, я в это не верю. Эти аномалии, которые я только что назвал в астрономии, им уже верят. Просто в сильные аномалии изначально не верят, и поэтому все упрощается. Научная основательность, вера в то, что большинство ученых могут спасти себя, когда дело доходит до оценки аномалий, клеветы на инакомыслящих или высмеивания их, является обычным явлением среди ученых уже на протяжении 200 лет. Ты только подумай, гладни, первооткрыватели и объяснители метеоритных падений. Никогда ничего не сходит с небес. Это всего лишь извержение вулканов, но не что-то, что исходит из космоса. Прежде всего смешной. А потом его подвергли серьезной моральной клевете со стороны уважаемых ученых. Это был такой 18 сотый ром. Даже сегодня выдающиеся ученые относятся к фактам опыта несерьезно легкомысленно. Вместо конкретной информации об этом я знаю слишком мало. Если ты получишь информацию, я ничего не думаю об этом. А если и дальше будут спрашивать, то какие-то фиктивные объяснения потом отложат. Некритичный скептик отказывается принимать доказательства вообще, потому что теперь, в кавычках, он уже знает, что эти доказательства недействительны. Любая хорошо изученная наука будет оставлена без внимания, если речь пойдет о явлениях, которые скептикам кажутся нежелательными. Одно из требований для обоснования претензии полностью исключено, и, похоже, не хватает ссылки на источник для этого обоснования. Однако, что отличает ученого от непрофессионала, так это именно качество обоснования утверждения. Вместо того, чтобы рассуждать, многие авторы склонны высказывать мнения, подобные мнению необразованных мирян, в котором разрешено отстаивать свои права в других областях, в том числе в области аномалий, в силу их авторитета. Мы можем привести в качестве примера этот феномен до сих пор неразрешенных явлений неопознанных летающих объектов. Так как, например, психиатр Холмер фон Дитфур 19-178 высказался против зеркала. То есть тот, кто утверждает, что видел что-то подобное, можно с уверенностью утверждать, что он ошибается. Так будет продолжаться и дальше. Философ Алоис Рюйтерер то и дело пишет о суррогатной религии и НЛО-истерии и суеверии. При этом люди просто задают вопросы науки и говорят, что это за то, что я видел. Они даже не интерпретируют, а физик Феликс Патури говорит, в конце концов, многие современники утверждают, что видели НЛО, хотя их нет. Но обоснование этому не приводит. А вернее, теолог, Ханс Кюнг пишет потом, что научно доказано, что таких дисков или сигар в блюдцах нигде не было. Скорее, они были признаны естественными или искусственными явлениями, или даже были разоблачены как преднамеренное введение в заблуждение. Без указания источника и обоснования. И очень плохо это делает физик Рейнхардт Штарке. Он пишет, остается странным фактом, что подобные чудеса всегда случаются только с людьми с низким социальным статусом, скромным интеллектом и образованием. Ну, в конце концов, свидетелями наблюдения НЛО были президенты Картер и Рейн. И я должен сказать, что социальный статус этих людей, безусловно, был выше, чем у автора, который это утверждает. Ну, это вообще не расследуется. Факты. Мы вообще не расследовали. Эксперты, серьезно изучающие эти явления, только покачали головами в связи с полным невежеством авторов и их безрассудством выставлять себя на посмешище перед лицом научных фактов. Эти авторы, приведшие примеры, говорят не сознательную ложь, а наивное субъективное убеждение без каких-либо обоснований, основанное на явном незнании фактов и стандартной научной литературы по ним. Это постулируется, этого явления не существует. И если кто-то сомневается в правильности этого постулата, его накроют чуждыми науки-практиками. С угрозой, сомнением и способностью к суждению. Сомнение в способности судить, исключение из группы подавления информации и ей.